у нас сегодня национальный выходной день памяти тех кто был участвовал войнах погиб или просто пришел инвалидом в общем всех участникам воин и у нас свободный день многие отдыхают но у меня и так и так выходной понедельник поэтому нахожусь на даче утром проснулась и увидела первое что я увидела вот этот куст в окно мне так понравился он такой живой такой полноценный и цветущий хотя он растет в кустах мы за ним не ухаживаем но вот как можно не наслаждаться вот этой натуральной красотой природы вот даже этими мушками которые летают над этой водой здесь заросли и вода там есть крик небольшой и когда много воды она стоит пока не наступит такая жара когда все испарится и вот даже это наводит на хорошие мысли и приносит настроение такого отдыха выходного хотя я немножко поработала я немножко подергала травку почистила сухо стой или так сказать вот нарезала разного всего там почистила виноград где отростки большие и хочу пройти сделать видео на память себе просто вот это конец мая у нас как можно не радоваться вот этим всем цветам кустам даже вот этим ушкам которые летают и разносят пыльцу везде вот это настоящее просто терапия на свежем воздухе вот лук выдернула зеленый надо помыть его и порезать банку и будет у нас зеленый лук долго потому что я не не так уж и пользуюсь много но иногда хочется зелени добавить вот мои персики скоро я думаю что мы попробуем первые персики здесь уже срывали фасоль и еще оставили на пополнение 1 1 розу уже обрезала вот вторые бутоны уже набираются мой виноград красавец красавец плетется блубыри 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 какая рясная да это все посажено своими руками над этим всем был труд 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 но это труд который потом приносит радость вот в этом году мне уже много не нужно работать я делала много работы предыдущие два года сейчас я могу просто наслаждаться просто наслаждаться вот этими пучками зелени этими розами шикарными и счастливыми да спасибо мужу он их поливает когда меня здесь нет он поливает но основное как бы ответственность моя чтобы вовремя их подкормить вот подрезала груши эти отростки большие которые вверх тянулись их подрезала чтобы грушам было сила набираться потому что гонит молодняк вот этот весь забирает силу вот красота просто все просто цветет и пахнет малина вон как плетется и подрезала заплела чтобы не резать хочу чтобы она искала отростки больше и больше хочу чтобы весь этот угол был в малине помидорчики цветут яблочко тоже подрезала кое-какие ветки убрала чтобы набирались основные ветки сильные и на следующий год будут яблочки надеюсь этот вкус шикарный зеленый просто зелень он не цветет просто зеленый перец ну перец такой себе я бы не сказала что мне он нравится но он какой есть растет что-то его там грызет но он по-моему все равно цветет вот этот вот зеленый желтенькая это кала такая летняя кала какая-то не знаю какой-то гибрид дружи когда-то мы их попробуем а вот она а вот она моя дальняя грядочка с луком вот этот вот куст он у меня от старого хозяина неизвестно когда посажены его невозможно разделить и перенести поэтому я решила его просто облагородить добавить немножко кое-что сюда чтобы ему было веселее живее смотрелся он более как бы определенным вот эти вот кустики как они хорошо пошли в этом году в прошлом году так себе я была не уверена если они растут теперь вижу что растут вижу что они растут что им все нравится мы их и поливаем мы добавляем удобрения вот это фоклак называется осенью так красиво чуть цветет этот пуст тоже он волонтировал и вырос это дерево я подрезала но стало цвести сейчас не вижу цветков пока но старые вот цветки есть они оно цвело в прошлом году а сейчас пока я не вижу молодых может попозже будет вот это тоже много раз пересаженная гортензия я надеюсь что это гортензия и она уже много раз пересаженные умирала и замерзала но вот живет хочу надеюсь дождусь цветов вот пчелы и разные вот эти вот букашки летают переносят пульсу чтобы все цвело все приносило урожай красота зеленая красота зеленая трава даже это радует даже зеленая трава муж посыпал удобрение на эту траву и посмотрите какая какая разница прям полоса зеленая вот раньше здесь были такие залысины сильные вообще плохо здесь росло сейчас такое ковер фасоль пожалуйста вот собирай фасоль к огромную вот она вот она фасоль вчера немного нарвали дали соседям эти все тоже за цветут они будут белыми цвести вот этот все по дом которые здесь вот убираем ставим эти камни чтобы собака не потому что почему-то всегда ему нравится прийти сделать ямку и полежать где-то там когда тенечек когда солнце отвернулось отсюда и поэтому мы ставим эти кирпичи чтобы он не делал ямы там вот лилия какая красота какой цвет красивый еще сколько бутонов пахнет очень пахнет а наверное ну да это лилия пахнет или вот это вот это вот по-моему камилия или нет не камилия забыла какой-то цветок он пахнет тоже он пахнет когда свежий а когда не свежий вот он покойником пахнет честно когда обрывалась сегодня желтые листы мне не понравились запах вот еще одна лилия жалко что она покосилась нагнулась надо ее как-то подвязать или подставить вот так вот надо ее подставить а сейчас я и вот этот мотоциклик моторолик этот подставлю он ее держал вот так вот так а для чего у меня все эти штучки раз и уже пожалуйста другой вид это я уже отцвела не хочу убирать потому что сама красивая вот этот палочка зеленая и вот гортензия в прошлом году она так красиво цвела я ее весной почистила и она вот полная красивая но не вижу ни одного бутона возможно будет позже возможно и вот гортензия тоже это моя пересадка будет эти будет свести эти уже процветили вот они тут прячутся в тенечке харт везде красиво как дополнение а это нет это тоже лилия просто другого цвета и здесь вот она живет а там была на солнце просто она видно и для нее не не очень подходит сильный солнцепек это вот желтые лилии всегда зеленые я конечно убираю желтые листы сушняк я убираю вот еще будет свести роза уже одна цвела весенняя эту розу я почистила тоже набирается новые вот моя гортензия цветет вот как не любоваться этим кустом вот как не любоваться этой натурой вот натуральным таким чудом вот мои помидоры и огурцы за ними тоже цветут помидоры вчера сорвала три огурчика здесь эту вот поляночку заполнила вазонами потому что не хотела насаживать близко сюда чтобы можно было ступнуть и что-то делать туда да и оставила место для лилиса лилиса будут размножаться такие огурчики подвязала немножко чтобы это они не наплетались ногу на помидоры огурчик висит просто даже не хочется душать хочется смотреть на них и любоваться вот питуньки нежные розовые питунечки красавицы а это а вот этот шик модерн а вот этот гладиолус один вы зацвел ну что его оставить там на солнце пёке чтоб он засохнет я его принесла в тень тут смесь несколько видов цветов вместе посадила были маленькие отростки думаю но по одному садить как-то не то эти вот привела немножко в чувство по обрезала желтизной они здесь таким хорошо партия под тенью под крышей не комнатные цветы здесь им очень хорошо здесь им просто шикарно они обожают под крышей быть и свежем воздухе здесь тоже зелень вот будет свистеть виноградцы они немножко под подломила верхние те отростки которые просто рвутся в рост я их подломила чтобы они не закрывали виноград винограду надо набираться поэтому я немножко освободила кое-какие листы по убирала вот так вот чтоб солнце к нему ушло вот сейчас еще оторву чтобы она хоть и как их называют грозди чтобы они видели солнце наше они были долго набираться портится начнут эти броши эти листья закрывал солнце винограду надо нужно солнце он был сладкий вот это тоже надо убрать так немножко подчищаю чтобы нет потому что все гонит просто со скоростью каждого дня каждый день что-то нарастает набирается если не очищать но заплетет все заплет весь дом заплетет весь порч просто моя работа сейчас все обрезать очищать поливать и наслаждаться наслаждаться вот таким видом из моего порчи а там вот в этой грядке это барафлай буш это кусты этих бабочек бабочков бабочковый куст и действительно бабочки стали прилетать вот сейчас погода лучше стала бабочки летают но сейчас чтобы одну поймать я не вижу то одна улетела я видела черная больше не вижу сейчас надо просто мне посорчить узнать когда лучше ранее утром или поздно вечером что конечно в середине дня вряд ли они нет вот они вот они вот они бабочки сиреневая красота вот она а вот алилия какой цвет шикарный обожаю такой цвет обожаю нет слова честно нет слов надо находить слова чтобы не повторяться сегодня тоже розу подрезала убрала сушняк и вот она как гонит просто гонит гонит догоняет перегоняет вот это дерево банановое как они тут хорошо 2 2 сочетаются два дерева рядом и те кусты это тоже обрезала молодняк это сушняк и вот молодняк гонит во всю травка зеленая тоже здесь там есть вот это залысили потому что под деревом трава не растет хорошо и там очень много песка намывает дождем намывает песок и не очень-то растет а здесь вот дэвид о очень постарался и сделал эту траву полноценной красотой как мой кораблик здесь устроился в зелени отлично сейчас посмотрим еще карету с лошадью вот они здесь ждут принцессу поехать куда-то а вот а вот а вот мушки пчелки работают а вот они носят переносят пыльцу он они как стараются вот я этот гладиола срезала а его корешок взяла здесь вставила что там нигде не потерялся посмотрим чтобы он сохранить просто этот корешок вот виноград с этой стороны урожай у меня будет в этом году а вот чернобровцы и дочек две недели назад и их садил одежде там не дала садила вчера полила хорошо будут вон уже начинают цветочки чудо природы в нашем дворе я вчера дэвиду говорю у нас здесь просто ботанический сад я хожу и любуюсь я хожу и любуюсь все пахнет все зеленые надо кое-что еще подлить вот здесь вот я заметила что в этом горшке у меня пересадка абрикоски вот и она немножко катеря повявшая сейчас я возьму поле полью ее и здесь тоже добавлю чуть водички в этот горшок ну все всем пока желаю вам всех благ пусть ваших дворах цветут цветы в доме будет мир покой и вашем собственном царстве организма вашего будет здоровье физическое и духовное